Это не чувство отвращения, желание сделать свиную отбивную. Нет, это было очень красиво. Я даже вижу, ты получаешь удовольствие от этих. Вот. Дмитрий. Дмитрий, пришёл ваш улюбленный момент. Бахнем. Выпьем. Это саке. О, класс. Это одна из основных причин, почему я в этом шоу. Действительно, каждый раз, когда мы запрошиваем зіров и шоу завершается, я смотрю, что лежится на столах, и щоразу саке кудись зникает. Кудись зникает саке? А еда остается? Как правило, раз на раз не приходится. Мы додам сюда трошки саке. И теперь начнем массажировать восьмоноги. Мы массажируем. Внимание. Давай, Лиля. А массажируем. Массажируем. И у меня есть ощущение, что наше шоу близится к завершению. Все, я уже начинаю плакать. Эсактабельно. Массажируем. 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 Лиля, а когда ты заметила, что тебе не нравятся морские существа? Как-то у меня с ними сразу не сложилось. А зараз я хочу испытать. У вас закрытие очей, и вы массажуете восьмоноги. Но что вы думаете в цей час? Только об восьмоногах. Только про восьмоноги. И Андрей, как это? Как там Андрей? Андрей уже выжал осьминожи сок даже. Настолько крепко взялся. Ага. А теперь возьмите, будь ласка, цей пакетик. Підкрите его и покладите туди восьмоноги. Слушайте, а с ними что-то происходит? Они как-то бульки пускают. Они уже набилися. Зараз мы используем японский метод для помягчения восьмоноги. Мы будем их отбивать. Но отбивать не очень сильно, чтобы не порвался пакетик. Вот это я могу. Ну давай, Лиля, теперь ты можешь отрваться и не бояться восьмоногов, потому что боюсь, что сейчас от них ничего не остается. Супер. Супер. Вимикаем плиту и кладем помидоры в окрину. Рахуем до десяти. Можем их дíстать и покласти назад на тарелку. Теперь вы понимаете, что их стало очень легко чистить. Это как чистить апельсин. Как пилюстки-квитки. Чистить лепестки цветка. Эктор. Это образный выраз. А вы не понимаете. Давайте вспомним проект «Танцы со звездами». Давай. Я уже вспомнил. Что было самым ярким, самым запоминающимся? Ну, наверное, сам проект получился для нас, так точно, ярким и запоминающимся. Андрей. Что самое яркое? Ну, не знаю, партнерша моя была самая яркая. Ага. Интересно, да, получается? Для Вилли самая яркая был проект, а для тебя партнерша. А это у меня работа такая, вот, ну, здесь. Вот просто, ну, находить вот эти несостыковки. А смотрите, вот такая странная ситуация получается. В «Танцах со звездами» вы были вместе, да? Вы дуэт, который боролся с остальными дуэтами. Да. А сейчас-то вы боретесь друг с другом. Вы понимаете, что на кону-то многое? Ну, у нас вот сейчас первый баттл, наверное, да? Да, это у нас такое, да, первое соревнование друг с другом. Мы сегодня это отметим. Интересно, сразу хочу узнать, вы же наверняка договорились до начала, что получает победитель, а что не получает проигравший сегодня? Ну, победитель, наверное, будет сегодня готовить это до дома. Да, с минуты. Подождите, тогда вы будете стремиться оба проиграть сегодня как-то нелогично, мне кажется. Ну, Андрей настроен на победу, вот у меня есть такое ощущение. А ты, Лиля? Я могу быть мудрее. Ну да, ты была настолько мудра, что половину осьминогов выбросила на пол и думала, что мы не заметим. А сейчас дистанете пергаментный папир и отрежьте от него ось такой шматочок. Папир и пергаментный папир и отрежьте от него. Папир и пергаментный папир и отрежьте от него. Папир и отрежьте от него. Кладем его под с помощью вишерка для пласти. И начнем в процессе пласти. Мы готовим пасту за традиционным рецептом. Но додамо до тіста чорнила кальмара. Аби вона стала чорной. Пасту можно нарисовать как угодно. Как тальятелла или фетучина. Дистанемо с-под столи в кухонню машину. Спершу покладіть туди борошно. Все. Блендер по чуть-чуть добавляю. То борошно додамо одне яйце. О, это мое блюдо. А потім нальямо туди одну столовую ложку оливковой олії. А ось тут у нас є чорнила кальмара. Відкриваємо упаковку і виливаємо їх у тісто. Я ніколи не думав, що чорнила їдять. Я теж ніколи не думав, що чорнила їдять. Але коли Ектору сказав, що чорнила п'ють, він теж на мене бачив дуже странно. О, какое оно! Закриваємо машину і починаємо замішувати тісто. Це дуже серйозна пара. Дуже серйозна пара. А ось Лілія готує, наче професіонал. Андрій, я бачу, що у вас є певні проблеми. Дмитро, ось хто є вашою проблемою. Її. Їїшниця, що треба виходить. Це як-то. Ось гарна, насична. Бо. Тісто вже готове. Візьмемо спеціальні насадки, Лілія. Я допомогу. Дякую. Ось цими насадками ми будемо користуватися. Лілія, скажіть, як вам працює це на шоу? Шоу танцують всі? Шоу танковичем ви маєте? Я мучить просто. Ви же розумієте мене. Так, ясно. Я, звичайно, розумію вас. Дмитрий, що поганого ми вам зробили? Зараз насыплюмо трошки борошна на стил. І почнемо нарізати пасту. Лілія, розкажи, як тебе танцуються с Андреем? Такой вопрос я задам. Я поняла, що я тільки с Андреем можу танцевати. Але подожди, у тебе ж був до цього прекрасний танцевальний опыт? У мене був танцевальний опыт, після которого нічого не страшно. Це опыти з Дмитрием Танковичем танцювання. Да, да, да. Повірте. Я щось був занят, я вас не слышал. Ви не обо мене говорите? Абсолютно верно. Вот, поверьте, якщо ви проходите школу Дмитрия Танковича, ну, в смысле танцевання, вот, после этого, ну, поверьте, нічого не страшно. Приятного, ми знову перешли на вы. Це мене все більше і більше радує. Я почала нервничать. Дима! Лілія! Можно класть на ету, кстати? Лілія, я хочу вас спитати. Да. А що такого незвичайного у танцевальні школи Дмитрия? Можно класть вот сюда, і оно буде тоді подсидеться. Ты мені вже раз отслушивайся, як потрібно. Що незвичну у танцюю з Димою? З Димою? Ну, например, он всегда пытается выпросить у хореографа падение, чтобы было какое-то. Ну, так, на всякий случай. Даже когда не выпрашиваю, они все равно появляются. Это важно. И он так страхується. Да. Вот. Ясно, ясно. Пальше танцует на 4 четверти. У меня день рождения 9 апреля. Обо мне там успеем поговорить. Вот. Я хочу узнать, с Андреем-то как? Вот. Ну, в чем разница между профессионалом танковичем и Андреем Диким? А не хватает длинный рук, да? У меня уже... Почему у вас длиннее получилось, чем у нас? Все? Девять? Нет, нет, только восемь. Восемь. Квале... 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 Эктор, скажите, пожалуйста, что... Якова, душина. Это скомунки... Это ж целый километр. Ну, как вы сказали сделать километр? Спробуйте покласти тесто ось сюда. Дуже обережно, чтобы оно не склеилось. И на голову не кладите. Просто разрежемо его. Дим, встань там где-нибудь. Семплементе лакуртамо. Да, я думаю, тоже. Да, разрежем. И еще одну колосочку, да? Андрей, я там так и не смог добиться ответа. Я была занята, извините. Да, нет, понятно. Уже все поздно, я... Нет, я еще вернусь. Еще вернешься, да? Хорошо. А скажи, ты все время танцевал с профессиональными танцорами. Танцоршами, прости. Или как правильно? Танцюристами. Такая мы. Танечницей мы. Нет, с танцоршами все-таки ты танцевал с профессиональными. Партнершами. Вот. Вот. Это слово, я крутилась в голове, она так и не вылезла из моей головы. Скажи, а вот так на танцах со звездами случилось, что тебе досталась, ну, конечно, бывшая гимнастка. Очаровательная, красивая. Но все-таки Лиля танцами не занималась. Ничего себе не занималась. А с тобой она что танцевала до этого? Она была подготовлена. Она была подготовлена. Нет, это она прошла школу жизни, но никак не школу танца. А, да вот. Ну, не сложно тебе было? Не раздражала ли она тебя? Нет, ну, не раздражала точно. Ну, вот я, например, по себе знаю, что как только ты имеешь дело с непрофессионалом, внутри начинает кипеть все. Что, что ты только что сказал? Я сейчас про танцы. Я пытаюсь понять, как Андрею удалось, ну... Дмитрий, подивите, что станет с вами, если вы не выправите своей поведенки. Дмитрий, вы мне каждое по шоу так делаете, только это по телеку не показываете. Классно, мне нравится вот так вот. Можно я тоже? Да. Звісно, после того, как вы это сделали, развейте пасту на вишалке. Если вы хотите населедиться оригинальными и вкусными стравами у себя дома, вы можете найти их в журнале Мастер Шеф. Саме тут я раскрываю усі свои кулінарные секреты. Дивите дальше. Экспромт от Ектора. Чи готовы зерки до ускладнения завдания? Так, открывайте ротик каждому восьминогу и кладите туда по листочку базилика. Абсолютный максимум. Кто зерок переконает всю тридцю суттів у своей понятковой кулінарной обдарованности? Впервые в нашем шоу четыре с половиной голоса у одного участника. Дизнайтеся одразу после рекламы.